На днях состоится важное для округа событие – предварительное народное голосование. В рамках таких выборов будут определять лучших кандидатов в депутаты. О его целях и правилах рассказал председатель Думы округа. Мы призываем и говорим о том, что мы должны максимально определиться по своему будущему кандидату, потому что мы будем выбирать на будущее 5 лет. И от того, как мы с вами активно будем заниматься этим вопросом, зависеть будет наше развитие территории. Выборы главы округа 14 сентября пройдут по-новому. Его выберут из числа депутатов Думы. Таким образом, глава будет представлять округ и выполнять функцию председателя Думы. Кроме того, если раньше глава руководил администрацией округа, то сейчас эти функции возьмёт на себя сити-менеджер. В обязанности городского управляющего будет входить решение текущих хозяйственных проблем. Назначать его будет комиссия из пяти представителей округа и пяти представителей краевой администрации. Он не выбираться будет в население, а наниматься по контрактам. И если этот человек будет плохо работать, он, соответственно, может быть уволен. Семинар – один из способов информирования населения. Обсуждение самых важных для округа вопросов сообща приносит свои результаты. О готовящихся событиях узнают больше людей. Я председатель ТСЖ, поэтому, прослушав эту информацию, соответственно, проведу беседу со своими жильцами, приглашу их на выборы в горизонт. Мы утречком соберёмся, все пойдём проголосуем. Семинар был очень полезен. Значит, я досконально узнал систему выборов, которая состоится и 14 сентября, и вот систему праймерица, которая состоится 31 мая. Значит, очень доступно, понятно. Жителям округа рассказали и ещё об одном предстоящем событии – Дне защиты детей. Он традиционно празднуется в первый день лета. Праздничные программы пройдут в Центре детского творчества, городском парке и парке «Зелёный остров». Для уссурицев подготовили концерты, игры, аттракционы и многое другое. Граждан льготной категории ждёт сюрприз. У нас договорились с предпринимателями, это 50% с калибом вообще бесплатно. Поэтому приходите, приводите своих детей с 13 в городском парке до 17.00. Уссурицы с нетерпением ждут и другие культурные события – Пушкинский бал, День города и Хоровод дружбы. В этом году у каждого из них будут свои особенности. В администрации округа уже подготовили план проведения перечисленных событий. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. Игорь Антонов, Телемикс. Продолжение следует...